А мы можем праздновать что? Рождество Христово, да? И вы знаете, это радостный праздник или нет? Радостный праздник. Ангелы, когда являлись и Марией, и учеником, они говорят, не бойтесь, радуйтесь. Это будет радость всем людям. Сегодня люди тревожатся, переживают, пишут в интернете друг к другу, что вот это вот такие проблемы ожидают в земле и все прочее, и у людей пропадает радость. Ну и я сегодня смотрю на ваши лица, какие-то такие серьезные, вроде как-то, ну вы скажете, мы внутри радуемся, да? Ну я думаю, если вы внутри радуетесь, оно и на лице будет показывать. Мы сегодня, вспоминая то великое событие, когда родился Иисус Христос. Ну сегодня многие спорят, раньше у нас таких вопросов не возникало, а точно ли вот 25 декабря родился Христос, это же не точная дата, как могло быть, что пастухи на поле в такую зиму находятся, хотя там в Палестине, конечно, климат потеплее, чем у нас, но все равно в зимнее время они стада на поле не сторожат. Вот. И хотя дата может быть не точная выбрана, это уже после люди выбрали, вот. Но мы празднуем это как событие, которое все-таки произошло, которое было и которое принесло людям радость, потому что родился Спаситель, который спасет людей от грехов их. И вы знаете, очень удивительные вещи, потому что Бог, которому мы служим, Он видит всю историю наперед. Мы, оглядываясь назад, вот что-то произошло там у нас, какие-то были события, да. Первый не сродился, там второй, третий, четвертый, пятый. А помним даты, мы там уже забываем, да, поздравить вернуть к днему рождения, потому что прозевали дату. И вот даты, они могут у нас как бы в исторической перспективе, а Бог наперед видит все. И в этом, так сказать, Он, причем Он видит точно, как оно будет происходить. И вот есть одно интересное место в Библии, я не знаю, они там найдут или нет, потому что это третья книга. Ездры, шестая глава, первый стих. Мы раньше не успели занести туда эту книгу, а она в неканоническом. Третья книга Ездры, 6.1. Вот смотрите, что там интересно написано. И сказал Он мне, от начала творения круга земного, и прежде нежели установлены были пределы века, и прежде нежели подули ветры, прежде нежели услышаны были глазы громов, прежде нежели возблистали молнии, прежде нежели утвердились основания рая, прежде нежели показались прекрасные цветы, прежде нежели утвердились силы подвижные, и прежде нежели собрались бесчисленные воинства ангелов, прежде нежели поднялись высоты воздушные, прежде нежели определились меры твердей, прежде нежели возгорелись огни на Сионе, прежде нежели исследованы были лета, и отделены те, которые грешат ныне, и запечатлены те, которые хранили веру как сокровище. Тогда я помыслил, и сотворено было все мною одним, а не через кого-либо иного. От меня также последует и конец, а не от кого-либо иного. Вот смотрите, Бог наперед знал тех, которые не сохранили веры, и тех, которые хранили веру как сокровище. Веру надо хранить, это дар Божий, и об этом нужно заботиться, потому что некоторые потерпели кораблекрушение веры. И Бог, зная наперед, видел каждого из нас из тех далеких времен, когда еще ничего не существовало. Смотрите, Давид, подтверждая эту мысль, говорит в 138-й Псалом, 16-й стих. Псалом 138-16. «Зародыш мой, видели очи твои. В твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Бог знает наперед, знает нас. Мы не знаем историю, и может быть это хорошо, потому что если бы человек знал, что его ждет напереди, он бы может и не захотел бы это встречать. Бог знает, сохранил от нас, но он заботится о нас и желает, чтобы мы хранили веру как сокровище». Иеремия 1.5 тоже, смотрите. «Прежде нежели я образовал тебя во чреве, я познал тебя, и прежде нежели ты вышел из утробы, я осветил тебя, пророком для народов поставил тебя». Иеремия 1.5. «Пророк Иеремия, прежде нежели он родился, Господь говорит, я уже познал тебя и поставил, и назначил». Он увидел, что он будет проповедовать, он будет возвещать израильскому народу те слова, которые Господь хотел, чтобы он говорил. Точно так же и о Рождестве Иисуса Христа было заранее пророчество, самое первое пророчество о Иисусе Христе, о Его рождении, или о том, что он придет на землю, записано в книге Бытие 3, глава 15 стих. Бытие 3.15. «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Она будет поражать, оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». Ну помните то событие, когда Адам с Евой не сохранили того, что им было предсказано, чтобы они не вкушали от дерева познания добра и зла. Но змей искусил, они нарушили, и вот Господь змею говорит, что он положит вражду. И это было наперед предсказание о том, что придет Иисус Христос, который поразит его. Там событие, когда это произошло, вы помните, да, Еве сказал, что она будет рождать в болезнях, а Адаму сказал, что он будет в поте лица своему есть хлеб. Ну, я не думаю, что это идет речь о том, что человек будет есть до пота, да? В поте лица будет есть, есть, пока не вспотеет. Нет, это то, что человек должен трудиться и зарабатывать себе хлеб. И вот это первое пророчество, которое было предсказано, что придет семя, которое поразит змея. И вот смотрите, о том, что как родится Иисус Христос, было предсказано, и предсказано, что это будет чудо. Исайя 7,14. Итак, Сам Господь даст вам знамение. Сидево в очереве в мире, и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил. Пророк Исаия заранее предсказывает, что такое будет знамение. Бог даст такое знамение, что Дева принес в очереве. То есть девушка от Духа Святого зачнет и родится Сын Божий. Он говорит, сидево в очереве в мире. И вот когда мы читаем исполнение, это Луки 1,30. Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот зачнешь в очереве, и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Там 35. Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим. То есть Рождество Иисуса Христа было необычайным образом. Когда Иосиф узнал, он говорит, хотел ее тайно отпустить, потому что когда ангел удивился, он говорит, как это будет, Мария, если я мужа не знаю. Он говорит, что Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое святое наречется Сыном Божиим. То есть рождение Иисуса Христа было необычным образом. Это событие, которое до сих пор многие пытаются опровергнуть, но Бог это заранее предупредил, что так оно произойдет, что Бог даст такое знамение, что все девы в очереве приимет родился. И это было чудесно. Где родился Иисус Христос? Тоже чудесным образом. Вот смотрите. Михея 5.2. И ты, Вифлеем, Ефраха, мал ли ты между тысячами иудинами, из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкой в Израиле, и которого происхождение изнатяло от ней вечнее. То есть рождество Иисуса Христа должно было произойти в Вифлееме. Иосиф и Мария живут в Назарете. И вот тогда еще не было скорой помощи, можно было позвонить. Я хочу родить в том-то госпитале, который находится в Вифлееме. Отвезите меня, пожалуйста, туда. Ну или сесть там на какой-нибудь Мерседес и туда быстрее, когда он увидел, что сроки подходят к Иосифу, Марии. Нет, такого не было. И что происходит чудо? Происходит чудо. Луки 2.1. В те дни вышло от Кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении вне Сирии. Сирию. И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем. Потому что он был из дома и рода Давидова. Записаться с Мариейю, обрученную ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей. В точности опять исполняется пророчество, которое было предсказано, хотя чудесным образом. Бог, предвидя это, и предсказал, что будет рождение в Вифлееме Иудейском, хотя они жили в Назарете. И для этого нужно было чудо, для этого должен был объявить Кесарь перепись. Они должны были поехать. И как раз совпало время, когда они находились там, настало время ей родить. Чудеса сопровождали все события Рождества Иисуса Христа. Теперь еще одно чудо это когда родился Иисус Христ? Вы знаете, в пророчествах было предсказано, в Бытие 49.10 написано, не отойдет скипетр от Иуды и законодатель отчрез его, доколе не придет примиритель и ему покорность народа. Над Иудеей правили цари иудейские. И вот пришел такой царь Ира, который не был из иудейского народа. То есть скипетр от Иуды отошел. Это был чуждый царь. И в это время рождается Иисус Христос. То есть события, которые были предсказаны, что не отойдет скипетр от Иуды, доколе не придет примиритель. И вот примиритель пришел, Иисус Христос, в точно назначенное время. И потом апостол Павел пишет, что когда пришла полнота времени, то Бог послал Сына Своего Иудародного, который родился от жены и подчинился закону. Поэтому сегодня, когда мы вспоминаем эти великие события, которые были с чудесами на этой земле, пусть наше сердце радуется, потому что это великое событие. Бог его предсказал, и так, как он предсказал, оно совершилось. Вы знаете, и особенно мне хочется, чтобы мы оказались в числе тех, о которых Бог сказал, что Он отделил тех, которые хранили веру как сокровища. Апостол Павел говорит, подвигом добрым я подвязался, течение совершил и веру сохранил. И теперь, говорит, мне готовится венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, где он и не только мне, но и всем возлюбившим его явлением. Мы должны радоваться тому, что Бог явился во плоти, в лице Иисуса Христа, и что сегодня мы Ему служим, что мы радуемся Его великому пришествию на эту землю. Но мы должны сохранить веру. Вы помните, перед самым пришествием, или когда получилось, что Иисус говорил с Петром, который... Это время мне показывает, заканчивая проповедь. То Петр говорил, что если даже все отрекутся, я не отрекусь, да? И потом мы знаем, какие трагические события произошли. Он отрекся даже перед служанкой и божился, и говорил, что не знает этот человек. Ему говорят, да и речь твоя даже обвиняет тебя, обличает тебя. То есть, смотрите, наша речь должна показывать, что мы христиане. Иногда мы над этим не задумываемся и, может быть, допускаем себе какие-то слова, которые не подобают христианам говорить. Вот. Но общающиеся с Иисусом Христом ученики, они переняли его манеру речи, да, как он общался с людьми. И служанка в нем заметила, говорит, да даже и речь твоя, значит, обличает тебя, что ты был с ним, ты его ученик. Вот. А Иисус, он, Луки 22, 32, он говорит Петру, что все сатана просил вас сеять, как пшеницу, но я молился от тебе, чтобы не оскудела вера твоя. Мы сегодня должны молиться друг за друга, чтобы мы могли сохранить веру нашу как сокровище. Молиться, чтобы Бог поможет нам, чтобы мы оказались в числе тех, которые хранили веру как сокровище. И вот сегодняшний день, когда мы вспоминаем Рождество Иисуса Христа, пусть больше даст нам силы и мудрости проводить нашу жизнь так, чтобы, когда Он явится за Своим народом, мы оказались в числе верных и избранных. Да благословит нас Господь. Аминь. Слонимся перед ним.